Шум, гам и пыль, которым только рады. В городе продолжается капитальный ремонт поликлиник. Напомню, в список капремонта, на который выделили 600 миллионов рублей, попали 9 объектов здравоохранения. В их числе и поликлиники-соседи. 7-я взрослая и 4-я детская, расположенные в 26-м комплексе. Уже в ноябре пациенты смогут увидеть их в преображенном виде. Осваивать выделенные 115 миллионов рублей в 7-й поликлинике начали еще в мае. За 33 года работы впервые здесь проводят капремонт. Естественно, в замене нуждается почти все. Системы водоснабжения, отопления и канализации. Появится новая мебель, изменится входная группа. Рабочие трудятся даже в выходные. На объекте по капитальном ремонте поликлиника номер 7 ведутся демонтажные работы, отделочные работы, кровельные работы. 45 человек работают на объекте на данный день. Стадии в этом году сдадим. Только за одну смену поликлинику посещают около тысячи человек. Проект капремонта предусматривает изменение логистики движений пациентов, чтобы ускорить процесс получения лечения. Пока идет ремонт, пациентам и медперсоналу пришлось уплотниться. Практически весь первый этаж и второй этаж отдан под капитальный ремонт. Пришлось на некоторое время закрыть физиотерапевтическое отделение. Но в то же время физиотерапевтическое отделение самое первое въедет в отремонтированное помещение. А достанется физиотерапевтическому отделению целый блок. После ремонта в седьмой поликлинике появится отдельный физиотерапевтический корпус. Пациенты смогут здесь получать различные реабилитационные процедуры, в том числе и вводные. Сегодня уже ведутся отделочные работы в 13-метровом бассейне. А в соседствующей 4-й детской поликлинике, где также идет обновление, наоборот, бассейна больше не будет. В помещении, где он располагался, откроют кабинет лечебной физкультуры и массажа. Порадует мам с детьми и новая колясочная, которую оборудуют в помещении. Сегодня почти половина здания охвачена ремонтом. Сюда вошли педиатрические кабинеты, кабинет неотложной помощи, холл поликлиники, регистратура. В общем, объем большой. Работы ведутся в плановом порядке. После ремонтных работ у нас изменится и расположение некоторых помещений, и логистика. Система вентиляции работает на территории всей поликлиники. Раньше она была лишь в отдельных кабинетах. Кроме того, здесь появится комната матери и ребенка, игровая комната, помещение для маломобильных групп населения. По просьбам пациентов заменят перила на более безопасные. А во внутренних двориках медперсонал готовит сюрприз для всех мам с детьми. Все эти изменения обойдутся республике в 127 миллионов рублей. По информации из собственных источников, в будущем поликлиники объединят. Они войдут в одну структуру с единым руководством. Однако, пока работники медучреждения эту информацию не подтверждают, ссылаясь на отсутствие официальных документов.